Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays, продолжаем тему интервью с людьми, которые приехали в Омаху, с людьми, которые выиграли грин-карту и опять же продолжим тему трудоустройства в небольшом американском городке, ну и проживанием. Сегодня со мной в эфире будет Игорь. Всем привет. Игорь, откуда ты приехал? Я приехал из Нижнего Новгорода, с России. Сколько тебе лет? 32 года. Счастливый обладатель грин-карты. Скажи, ты давно играл в лотерею? Я играл с нее где-то с 2013 года. В 2017 году, да? Регулярно каждый год, да? Два года получилось. Два года получается, да? Ну и соответственно выиграл. Ты рассматривал целенаправленно Америку в качестве страны для переезда или так спонтанное решение было? Я никуда изначально не собирался переезжать, просто так получилось. Я выиграл грин-карту и решил попробовать. У меня в принципе в России все устраивало. Устраивало, да? То есть когда выиграл грин-карту, твои эмоции были? Испугался, обрадовался или в стопоре был? Немножко в стопоре даже расстроен, что придется менять свой привычный образ жизни, придется делать что-то новое, поехать на другую страну, вернуться совершенно. Понятно. Скажи, а за границей ты до этого был где-то? А нет, я ни разу не был за границей. То есть у тебя первый раз и сразу попадание бинга, то есть сразу попадаешь в Америку. Хорошо. Тогда сразу же вопрос в догонку. Как тебе с языком дела постоит? Ну у меня нулевой разговорный английский. Я могу немножко читать и немножко писать с переводчиком. С переводчиком, который на телефоне стоит, да? Да, 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 Google Трансляторы. Google Трансляторы forever рулит. Да. Отлично. Все переходим на Google. Короче, и вот отсутствие языка тебя не остановило от этого шага от переезда? Нет, не остановило. А кто ты по образованию? Ты учился где-то, у тебя высшее техническое образование, что у тебя? У меня гуманитарное образование, я не закончил университет Лобачевского, а у меня три курса исторического факультета. Историк, то есть, несостоявшийся историк? Несостоявшийся. А в России ты работал как историк или у тебя какие-то были другие способы дохода? Чем ты занимался вообще в России? Да, в России я работал сборщиком мебели в последнее время. Понятно, то есть историки в России не востребованы, в России востребованы сборщики мебели. Да, но на самом деле зарплату иногда доходило даже и больше. Ну, понятно, что... Когда университет, не то, что не говорю уже о школе. Историки, гуманитарии в России не востребованы. Это аксиома. Это аксиома. Ну, хорошо. Давайте не будем сгущать сказки. Сказки не будем сгущать, но тем не менее сборщик мебели получает больше, чем историк. Вот это факт. Да. Научный факт. Вот. И получается так, что имея нулевой язык и не обладая такой востребованной специальностью, ты принимаешь решение переехать. Кстати говоря, бытует мнение, что грин карты выигрывают только айтишники, исключительно люди, у которых высшее образование, именно какой-то сугубо-сугубо супер-пупер, там какой-то, вот все это на самом деле не так. Вот живой пример. Человек, который не айтишник, совсем даже не айтишник, выигрывает саму грин карту. Много ли времени у тебя заняли сборы и подготовки к поездке? Ну, с мая, со времени, с того времени, когда я узнал, что я выиграл, и до, собственно, прилета в США, где-то около года. До около года, да? Да. Ты какое-то целенаправленное место искал, или как бы, почему у тебя выбор выпал на Омаху? Ну, мне нужен был маленький город, то есть я не люблю большие города, я всю жизнь прожил в большом городе, а Нижний Новгород достаточно большой, где-то около полтора миллиона человек населения, и мне нужно были именно маленькие города. Ну, Омаха достаточно, не сказал бы, что он прям совсем маленький, все-таки 500 тысяч, и в нашем штате это крупный город, получается, самый крупный город нашего штата, вот. Но тебя он устраивает? Ну, я думаю, да, я тут, конечно, живу всего где-то месяц с чем-то, с копейками, пока да. Пока устраивает тебя все, да. Такой вопрос очень важный, работа. То есть люди опасаются, что работа есть только в крупных городах, устроиться можно не имея специального какого-то образования только в крупных городах, а в мелких городах задницы и работы никакой нет. Поэтому. Насколько быстро ты работу нашел? А, ну, я ее нашел буквально через неделю-полторы, наверное, присутствие. Ну, мне помогли, скажем так. Ну да. Не сам. Но, тем не менее, нашел достаточно быстро. А, ну да. Проблем особо нету, да? Нет. Удовлетворяет ли у вас работа пеликанская? Ну, для начала, я думаю, пойдет. До первого этапа, да? Конечно, да. То есть это не та работа, где бы я хотел работать сегодня. Понятно. Но ты уже рассматриваешь какие-то варианты продвижения своего? Или пока еще не задумываешься, пока просто хочешь обжиться и отдохнуть? Ну, мне нужно обжиться, нужно потянуть английский, то есть нужно решить некоторые вопросы и потом уже думать о более, так сказать, интересных предложениях на рынке. Понятно. На курс пока не ходишь еще? Нет, нет. Нет, у меня, на сожалению, сейчас пока нет времени. Понятно. Но вообще планируешь ходить? Да, конечно. Понятно. Хорошо. Твое мнение вот от проживания в Умасе. Ты здесь живешь, ну, сколько, месяц получается, да? Чуть больше месяца. Чуть больше месяца. Как тебе вообще этот городок? Насколько он тебя не обманул твоих надежд и желаний? Ну, мне сложно судить, потому что, в принципе, я уже не то, чтобы все, но очень многое видел, о том числе и ваших роликах, поэтому он меня не удивил, скажем так. То есть запланированные ощущения? То есть то, что видел, то есть, в принципе, то же самое оказалось в реальности? Практически то же самое. Как тебе отношение американцев приезжих? Ну, мне кажется, неплохо. Проблема в том, что у меня нулевой, скажем так, разговор на английский, и я немного общаюсь с американцами, поэтому мне сложно судить. Ну, а ты не испытываешь дискомфорта от недостатка общения с соотечественниками, с которыми можно забухать где-нибудь, там, не знаю, исполнить по-конски или еще в какой-то формате, оттопыриться, не испытываешь такого дискомфорта? Нет, я как равнодушен к алкоголю, поэтому... Не пьет, не курит, пионер, берите взрослые примеры. Почти не пьет и почти не курит. Ну, второе, скорее. Америка, кстати говоря, располагает, располагает к тому, чтобы завязать с курением, потому что здесь сигаретная продукция стоит весьма-весьма дорого. Сейчас не знаю, про какие цены в Российской Федерации вот на табачную продукцию, но здесь, если память не изменяет, блин, сколько, ну, доллар, наверное, 4,5 что-то стоит, да? Ну, где-то так. Такая самая дешевая сигаретная пачка стоит 4,5 доллара. Вот, считайте, что люди, которые активно курят, грубо говоря, пачку в день, это, считайте, 4,5 доллара, на которые можете, в принципе, неплохо пообедать. Да, да. Собственно говоря, вот. Кстати говоря, по поводу американской еды, ГМО, традиционный вопрос, буду сейчас всех мучить, кто у меня будет давать интервью, специально буду мучить, я выложил ролик про ГМО, с большим удовольствием и чувством глубокого удовлетворения, прочитал ваши комментарии всех зрителей, вот, людей адекватных оказалось очень много, за редким-редким исключением, какие-то только неадекватные совершенно персонажи, там оставляли свои какие-то непонятные отзывы, вот. Как тебе американское ГМО? Как тебе вообще американская еда, скажем так, больше обобщим, вот. ГМО я равнодушен абсолютно, то есть я не боюсь его, ни в России не боялся, ни здесь, мне кто-то все равно. А по поводу еды, более развернуто мне сложно сказать, потому что я и к еде равнодушен. Он к еде равнодушен. Ну, в принципе, качество продуктов не всех, но большинство меня устраивает. Устраивает? Да. Ну, тоже хорошо, если ты к еде равнодушен, значит, ты сохранишься в форме. Стараюсь. Вот. И, соответственно, вес не наберешь, чему нельзя не порадоваться человек. Спортом не планируешь заняться активно? А, планирую, планирую, конечно. Вообще, он занимался спортом, не думаю, вроде. Легкой атлетикой. А, так и спортсмен, оказывается. Это было в молодости. Ну, и плюс еще была стрельба. Стрельба? Вот. Опасный человек, легкой атлетикой стрельба. Хорошо стреляет и быстро бегает. Слушай, это опасный вообще тип. Я себе знал это заранее. Вот так вот. Хорошо стреляет и быстро бегает. Не хочешь ты передать привет своим знакомым, близким, которые проживают в твоем любимом городке Нижний Новгород? Ну, у нас не больше детства. Ну, давайте. Знакомые, близкие, привет. Нет, я хочу чисто так постебаться. Учитывая, что давно не выходил в эфир, я решил сразу оторваться по полной программе. Тем более, что погода расположивает. Я думаю, что для первого раза достаточно. Значит, у тебя есть какие-то дополнения? Вот. Ну, наверное, позже. Не сейчас, я думаю. Просто нужно обжиться, посмотреть все. Не разочарован от того, что воспользовался услугами моей программы? Да, в принципе, нет. В принципе, нет. Все, что было оговорено, все сделано. Ну, да. Ну, да. Права получил, кстати говоря. Поздравляю. Если, господа, у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Вот. Ну, а наберемся терпением, посмотрим через полгодика, когда Игорь обживется, соответственно, и решит, куда дальше двигаться в сторону профессионально-карьерного роста. Соответственно, к этому моменту накопим вопросы, и можно будет снять продолжение вот этого замечательного интервью. Хорошего всем дня и удачи. Счастливо. Продолжение следует...